Генеральный спонсор программы Саратов сегодня электронный дискаунтер Ситилинк. Слышь, Миш, как сделать подарки на Новый год своими руками? Возьмите ножницы, клей, пластилин. И выкинь это всё! Зайди на сайт citilink.ru Удобно выбрал, быстро провезли, денег сэкономил, пальцы не склеились. О! Это не в глазах боится, это цены пополам. Всего 4 дня утюг Бош за 2 990 на citilink.ru Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Вынесли приговор по громкому делу. Назначили наказание в виде 3-х лет, 3-х месяцев лишения свободы. Антона Агадашева наказали за провоцирование смертельного ДТП на Усть-Курдюмском шоссе. Не выпьешь и не помоешься. С трубы отопления мы получаем горячую воду. Жителям дома на Астраханской приходится пользоваться технической водой. Люди пожаловались в прокуратуру. Осторожно, снег и сосульки. По некоторым есть вопросы. С ними будет прорабатываться вопрос дальнейшей работы. Во дворах Фрунзенского района были найдены нарушения. Что приготовила нам небесная канцелярия во вторник 11 декабря, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайте. Вынесли приговор. Сегодня осудили Антона Агадашева. Летом этого года он стал виновником в провоцировании смертельной аварии на Усть-Курдюмском шоссе. Расследование продолжалось 4 месяца. Все это время молодой человек находился в СИЗО. Антона Агадашева признали виновным и приговорили к трём с небольшим годом лишения свободы в колонии поселения. Кроме того, после того, как молодой человек выйдет на свободу, он не сможет управлять автомобилем два года. Напомним, по вине Антона Агадашева погибла школьница. На момент аварии подсудимый был лишён водительских прав. К тому же, виновник ДТП был пьян. Это доказала экспертиза. Агадашева Антона Файковича признать виновным в совершении преступления предусмотрен к частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде трёх лет, трёх месяцев лишения свободы, совершением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Что касается меры наказания, ну я считаю, что она в принципе адекватная. А вы будете обжаловать? Ну мы пока ещё не решили. Всё будет зависеть от прокуратуры, какую она позицию в этой ситуации займёт. Проблемы ЖКХ решают в прокуратуре. В одном из домов по улице Астраханская из-за прохудившихся коммуникаций рабочие сделали врезку в систему отопления. Так, в квартирах появилась горячая вода, но техническая и на время отопсезона. Жильцы пожаловались на тепловиков в городскую прокуратуру. Надежда Новикова узнала, как решили горячий вопрос. Чтобы тёпленькая потекла, надо слить много холодной. Проблемы с горячей водой у жильцов дома номер 62, дробь 66 по улице Астраханская начались в конце лета. Из-за прорыва им трубу перекрыли. И только с наступлением отопсезона коммунальщики нашли нестандартный выход из ситуации. После моих обращений сделали переврезку. То есть в данный момент с трубы отопления мы получаем горячую воду. Вот, отопительный сезон закончится, вся эта прелесть заканчивается. То есть воды горячей не будет. Да и сейчас получается она не того качества, да? Ну, естественно, это техническая вода. Труба с горячей водой, которая прохудилась, находится во дворе вот этого дома. А там недавно провели работы по благоустройству и положили новый асфальт. И, естественно, проводить вскрышные работы невозможно. А то получится, что деньги просто выбросили на ветер. Жильцы дома решили обратиться в прокуратуру города. Там в ходе проверок установили, что нынешняя система подачи горячей воды не соответствует норме. И предложили тепловикам найти другое решение проблемы. Было внесено представление директору филиала «Саратовские пауты плюс», в рамках рассмотрения которого в настоящее время возводится воздушная система теплоснабжения и горячего водоснабжения этого многоквартирного жилого дома. В настоящее время были проведены первоначальный этап работы. Уже установили основу для стоек. Сегодня сварщики приступили к изготовлению самих конструкций. В течение недели все работы тепловики обещали завершить. Надежда Новикова, Роман Шильдяев, Саратов, 24. И в продолжение темы. Сосульки на крышах и заснеженные тротуары. Такие нарушения были найдены во дворах Фрунзенского района. С проверкой прошлись представители администрации и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства. Все найденные нарушения поставили на контроль. Роман Базан тоже отправился в рейд и узнал, какие проблемы существуют на улицах города. Группа очищена. Надо будет отработать по посыпке данной территории. Во дворе дома 149А по улице Большая Садовая зимних проблем не так уж и много. За работой управляющие компании здесь следят практически ежедневно. Вот и сегодня коммунальный контроль прошелся с проверкой по дворам Фрунзенского района. Проверяет чистоту тротуаров и подходов к подъездам, а также отсутствие наледи на крышах. Коммунальщики отмечают, сбивают сосульки только по мере необходимости. Ситуацию мониторят ежедневно. Помогают саратовцы, но иногда сделать все не успевают, как здесь во дворе на Свинцовой и Шелковичной. Вдоль одного дома дорогу расчистили, а вот у другого оставили в снежных заносах. Ревизор объясняет, что всему виной принадлежность к разным управляющим компаниям. Здесь уже успели отравить разные организации. Одно ТСЖ, второе ЖСК. ЖСК уже успело себя почистить. ТСЖ еще будем прорабатывать с ним, чтобы они зачистили в ближайшее время территорию. Это не все проблемы двора на Свинцовой. Подход к одному из подъездов завален снегом. Такое нарушение считается одним из самых грубых. Этот адрес проверяющие взяли на контроль. А вот на Белоглинского членов муниципального контроля вопросов не возникло. Входы очищены, тротуары тоже. Но местные жители считают, что проблемы во дворе все же есть. Как часто уборка проходит? Уборка чего? Снега? Да, да, да. Ну, не часто, скажем так. Когда последний раз было? Не знаю. Все как-то притоптали. Дворники вы имеете в виду? Ну, дворники периодически приходят, убираются. Мы видим как положительные примеры, так и отрицательные. Видно, что ряд управляющих организаций ТСЖ-ЖСК отработали территорию хорошо. По некоторым есть вопросы. С ними будет прорабатываться вопрос дальнейшей работы. Такие проверки, говорят чиновники, помогают не только следить за работой коммунальных служб, но и своевременно устранять нарушения. Поэтому контролировать дворы будут и впредь. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Опознали по ложке. Участники поискового отряда «Совесть» обнаружили вещи и останки бойца, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Уроженец Саратовской области, красноармеец Сергей Золин, служил в Карелии. Последние данные о нем датируются октябрем 1941 года. Солдату тогда было всего 22 года. Оксана Лючева побывала на торжественном мероприятии и познакомилась с родственниками бойца. Он даже не догадывался, что является родственником героя. Этой осенью поисковики обнаружили останки и вещи его двоюродного дяди Сергея Золина. Защитник Отечества погиб на Карельском фронте в годы Великой Отечественной. Личные вещи дяди Николаю Золину вручают в музей боевой и трудовой славы. Редкая ложка, по которой опознали солдата, кружка, саперная лопата, штык от винтовки и каска. И когда каску дали всю дыру, конечно, состояние было такое, тяжеловато. Напичкали его железом похоже сильно, наверное, сразу и не мучился. Ну, в каске 5-6 дырок сразу и все в голове. Последние официальные сведения о Сергее Золине датированы 30 октября 1941 года. Затем боец числится пропавшим без вести. О нем ничего не знали до тех пор, пока поисковый отряд «Совесть» не обнаружил останки. Вещи солдата будут временно экспонироваться в музее. Каждый раз, собираясь на такое мероприятие, мы встаем на пост номер один. Что это, в моем понимании, за пост номер один? Мы охраняем правду о нашей победе, о наших предках, которые героически защитили страну. Работу музея боевой славы по патриотическому воспитанию в этот день отметили медалью за вклад в сохранение народных традиций. В хранилище на Соколовой горе не только собирают военные реликвии, но и изучают вклад простых саратовцев, таких как Михаил Золин, в Великую Победу. Оксана Лючева, Максим Пустовалов, Саратов-24. Сошлись, чтобы расставить все точки над «и». В администрации Саратовского района прошло собрание садоводов. Они обсудили новый закон о ведении садоводческой деятельности. Изменения заработают уже с нового года. Хотя многие положения закона до сих пор непонятны саратовцам и трактуются неверно. Нина Цыпайкина попыталась разобраться во всех изменениях, которые ждут тех, кто работает на земле. В этом зале они собрались не просто так. Главная тема встречи – новый закон о ведении садоводческой деятельности для собственных нужд. Норма вступит в силу с нового года, но уже вызвала непонимание и разногласия среди садоводов. Обсудить проблему они и пришли сообща. Задача саратовского руководства Союза садоводов России и в принципе мы своей принципиальной позиции ставим объективное рассмотрение всех статей закона для того, чтобы не баламутить людей на неправильное, скажем так, трактование, а именно рассеснять так, как это написано. Например, такие понятия, как «дача» и «дачный кооператив» уходят в прошлое. Вместо них появятся садоводческие, огороднические, некоммерческие товарищества. При этом владельцы существующих дачных земельных участков могут не беспокоиться. Замена документов не потребуется. Однозначно с 1 января 2017 года. На садовом земельном участке можно строить жилой дом, а также хозяйственные постройки и гаражи. В этом случае получать разрешительную документацию не нужно. А вот на огородном земельном участке, напротив, можно возводить только хозяйственные постройки. Помимо кадастровых вопросов, закон призван решать и другие проблемы. Это, будем говорить, урегулирует все правоотношения граждан, ведущих садоводство на территории садоводческих товариществ. В плановом порядке, какие действия, какие взносы могут собираться, как могут оформляться земельные участки на территории, как отношение к имуществу общего пользования садоводческих товариществ. Сейчас в регионе зарегистрированы более 530 юридических лиц в сфере садоводства. Власть Саратовского района старается своевременно реагировать и решать проблемы тех, кто работает на земле. Совместные встречи с членами садоводческих товариществ проходят планово. Например, уже в ближайшее время состоится круглый стол с представителями регионального оператора по вывозу твердобытовых отходов. Нина Цапайкина, Олег Буланов, Саратов-24. Первая часть выпуска завершена. Будет и вторая. Но после прогноза погоды и небольшой рекламы оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Во вторник, 11 декабря, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгайе, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки. Ветер восточный 3,6 метров в секунду. Днем до минус 2, а ночью до минус 8. 10 декабря на сцене театра оперы и балета перед вами выступит британская группа Pink Floyd Show UK. Настоящих ценителей английского рока ждет яркое двухчасовое профессиональное лайв-шоу. Используйте свой шанс. Такое нельзя пропускать. Телефон 904872. Секонд-хенд Вова объявляет черную пятницу. 20 декабря скидки 50%. 21 декабря скидка 70%. Секонд-хенд Вова объявляет черную пятницу. 20 декабря скидка 50%. 21 декабря скидка 70%. Улица Тельмана, 150Б, рядом с бульваром Рос. В Саратове и Энгельсе возможен небольшой снег. Температура днем до 3, а ночью до 5 градусов ниже нуля. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба. В народе говорят, зима без снегу, не быть хлебу. Метеорологи же обещают, что большую часть рабочей недели температурный режим будет оттепельный. И лишь к выходным похолодает. Зимняя коллекция 2019 в салоне меха госпожа Метелица. Огромный выбор шуб, дубленок и новинка коллекции. Модные парки. Окутайте себя теплом. Госпожа Метелица находится на улице Степана Разина, 54. Действует кредит и рассрочка. Всем всего доброго. Увидимся. Госпожа Метелица. Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. И скидки до 30%. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Саратовец получил звание уличного красавы. Сегодня завершился межрегиональный этап всероссийской акции по футболу. Турниры проходили в течение двух дней в восьми федеральных округах. В них сразились более тысячи участников. Лучшим игроком в Поволжье стал 14-летний участник команды «Штурм» Илья Чернобук из поселка Макраул Саратовской области. Отмечу, что всероссийская акция «Уличный красава» в формате чемпионата по дворовому футболу стартовала в октябре этого года. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Сегодня в Москве открыли памятник легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову в честь его столетия. На торжественной церемонии участвовала рота почетного караула, Минобороны, военный оркестр, дочь хоккеиста, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие. Памятник установили перед Ледовым дворцом спорта. Анатолий Тарасов был тренером хоккейной команды СССР 14 лет. Вместе с ним советская сборная одержала 9 побед на международных соревнованиях. Петербургские судостроители готовы построить глубоководный батискав для спуска на дно Марианской впадины. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее предполагалось, что проектирование аппарата может начаться уже в 2019 году. О том, что Россия готовится провести экспедицию к самому глубокому участку Мирового океана, стало известно осенью нынешнего года. Напомним, глубина Марианской впадины составляет около 11 тысяч метров. За всю историю подводных исследований туда спускались 4 раза. Два из них в глубоководном аппарате с человеком на борту. Следователи проводят проверку по факту гибели пловца во время открытого турнира городов России по зимнему плаванию, который в минувшие выходные проходил в Тюмени. После заплыва на дистанции 50 метров мужчине стало плохо сердцем. Сообщил агентство «Интерфакс» сотрудник пресс-службы областного следственного управления России. Он также добавил, что прибывшие врачи не смогли спасти 55-летнего спортсмена. Кубок турнира памяти Николая Музыченко остался в Марксе. Его обладателем стала команда из района, которому руководитель крупного предприятия посвятил большую часть своей жизни. Напомним, основатель компании «Товарное хозяйство» в городе Марксе ушел из жизни 4 октября. Почтить его память местные жители решили турниром по мини-футболу. Бизнесмен и меценат и сам нередко выходил на поле. Станислав Жижин знает, кто победил. В свистком судья дает старт завершающему матчу. В финале турнира по мини-футболу в память о Николая Музыченко сожлись команды из Марксовского и Советского районов. Главная игра получилась по-спортивному зрелищной. Ни один соперник не хотел уступать. Участие в мемориальном турнире приняли 16 команд со всего региона. Именно поэтому матчи проводились несколько дней. На каждой игре полные трибуны. За турниром памяти Николая Музыченко зрители наблюдали с особым интересом. Его знают все. И кто тут сейчас присутствует. И трудно найти человека, который сказал, кто такой Николай Иванович, он мне ответит. Все скажут, что кто такой и откуда. Финал прошел 9 декабря. Именно под этим номером в команде и играл Николай Музыченко. Поэтому участники сборной из Марксовского района еще перед игрой решили, необходимо побеждать, чтобы главный трофей остался здесь. Николай Иванович сам футболист, спортсмен. Я видел с ним. Постоянно в футболе человек был. Конечно, первый победитель. Хотелось, чтобы кубок остался, конечно, здесь у нас, в нашем родном городе. По словам организаторов, кубок мемориального турнира в любом случае не покинул бы Марксовской земли. Трофей решили сделать переходящим, а имена победителей заносить на него ежегодно. Он будет стоять в кабинете у Николая Ивановича на постаменте. На нем будут гравироваться команды, года. И люди будут приходить в его кабинет. И я буду объяснять, что это за кубок, что каждый год проходит турнир. В планах у организаторов не только сделать турнир ежегодным. Финал следующего чемпионата они надеются провести уже в областном центре. Ведь имя бизнесмена и мецената Николая Музыченко известно далеко за пределами Марксовского района. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Отправились по приютам. Сегодня воспитанники учреждения «Возвращение» репетировали новогодние праздники. К ним приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Актеры одного из местных театров развлекали детей, а затем дарили сладкие презенты. Праздник устроили врачи одной из городских клиник. Ксения Монахова узнала, почему медики решили сменить ненадолго профиль. Мы с Дедушкой Морозом так спешили, так спешили поздравить вас с наступающим Новым годом. Пока Снегурочка участвует с детьми в конкурсе, Дед Мороз готовит подарки. В приют «Возвращение», что в заводском районе, приехали аниматоры. Поздравляют малышей с наступающими праздниками. Для воспитанников учреждения подготовили новую программу, говорит актриса театра «Балаганчик» Дарья Захарова. Она сегодня Снегурочка. Я еще и в студенческие годы снегурила, и потом после института год. Лет пять я Снегурочка уже точно. Для меня это уже не первая моя елка, и тем более для детишек из детских домов. Для меня это всегда особенно трогательно, особенно приятно, особенно тепло. Все это и никаких сложностей я не вижу. Потому что дети все открыты, они ждут тепла, и с радостью хочешь отдавать им это тепло. В приюте порядка 50 воспитанников, самому младшему всего три года. Для них сегодня привезли подарки, а сам праздник устроили сотрудники одной из детских клиник. Медики признались, что выбирать учреждение долго не пришлось. С самого открытия мы стараемся улучшить немного жизнь жителей заводского района. Например, мы ежемесячно проводим какие-либо акции бесплатного приема врачей, специалистов узких. И под Новый год решили подарить немножко тепла тем, кому его изначально не хватает. Это маленькие дети, которых временно или на постоянной основе изъяли из семьи. По словам медиков, эта акция лишь одна из многих. До конца года праздничные елки пройдут и в других местах. Их устроят также в заводском районе. Самое масштабное состоится в одном из крупнейших торговых центров. Ксения Монахова, Вячеслав Соленков, Саратов, 24. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Ратовский государственный аграрный университет имени Николая Ивановича Вавилова является одним из хранителей исторических фактов из жизни великого ученого и продолжателем его дела. Ведется большая работа по сохранению и популяризации научного наследия Николая Вавилова. Таким образом и зародился большой проект, связанный с проведением экспедиций дорогами Вавилова. В нынешнем году экспедиция была в Крыму. Исследовательская часть проводилась именно по насаждениям Крыма. Мы смотрели растительность, которая там произрастает, изучали ее. Это дает толчок к тому, чтобы студенты продолжали исследовательскую деятельность. Проект стал возможным благодаря тому, что университет выиграл грант в Федеральном агентстве по делам молодежи. Не обошлось, конечно, без собственных средств вуза. Но для всех участников экспедиции это мероприятие было абсолютно бесплатным. Такое замечательное начинание было поддержано на федеральном уровне. Нас поддержала Росмолодежь. Мы выиграли конкурс. Был получен грант. В планах работы научного центра экспедиции, конечно, масштабирование этого проекта, развитие его на новом уровне. В этом году проект был фактически региональный. В дальнейшем планируется развитие на Приволжский федеральный округ. А в дальнейшем и на Всероссийский уровень. Саратовский государственный аграрный университет продолжает реализацию своего долгосрочного проекта «Дорогами Вавилова». Генеральный спонсор программы «Саратов сегодня» – электронный дискаунтер «Ситилинк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова